Привет, это Книгогид, канал о книгах и событиях, мимо которых не проходит современная литература. Героиня сегодняшнего выпуска Саша Сулим. В 2017 году Саша взяла интервью у ангарского маньяка и сделала для Медузы цикл материалов о поимке самого кровавого серийного убийцы в современной России. Потом был подкаст «Трасса-161», фильм для канала «Редакция». И вот в ноябре в издательстве «Альпина Паблишер» вышла книжка «Безлюдное место» о том, как ловят маньяков в России. О ней сегодня и поговорим. Саша, привет. Привет, Жень. Оптика твоя когда сформировалась? Как ты поняла, что ты будешь писать книгу не о маньяке, а о тех людях, которые ловят маньяков? О поиске этой оптики я задумалась еще до того, как был написан первый текст об ангарском маньяке. В момент, когда я ехала в Ангарск, я знала некий один способ подачи этой информации о преступлениях. Это условно «Московский комсомолец» или «Стиль московского комсомольца» или «Комсомольской правды», «Юзруком» сайты, у которых есть связи в полиции, в следственном комитете. Им часто приходят сливы. Сейчас это делает «Мэш», например, какой-нибудь телеграм-канал «Подъем». Есть какое-то уже количество таких, и было тогда, несколько лет назад, СМИ, которые писали о преступлениях, писали о «крайме». Очень определенным образом. Мы это сразу понимаем, если это стиль Мэша, это какие-то желтоватые подробности, самые жуткие, это скорее фокус на жертвах, на то, как они страдали, какие-то такие удовлетворяющие, самые низменные человеческие интересы. И мне очень не хотелось, чтобы это было так, потому что, естественно, эта журналистика, определенный ее жанр такой таблоидный, «Медуза» никогда, естественно, не принадлежала к этому жанру, и я тоже не хотела себя к этому жанру относить. И то, например, с чего часто начинается выпуск Малахова, например, про ангарского маньяка того же, в студии «Мать погибшей девушки», «Давайте вспомним этот день». И мне кажется, что это такой прием, конечно, он очень рабочий, он сразу попадает зрителя в тебя, потому что ты так или иначе ассоциируешь. Сопереживать. Да, и сопереживаешь. Но он такой очень, как будто бы читинг такой, да, очень легкий, очень простой. Ты сразу заходишь с этого, и все, зритель, читатель твой. Мне хотелось все-таки взять не этим, мне хотелось взять какой-то интригой, каким-то структурой интересной, возможно, драматургии текста. И я решила как-то для себя избежать таких очень очевидных ходов. Оптика пришла скорее от обратного, да, не хотелось идти по такой проторенному пути, поэтому я концентрировалась на другом. Но потом, чем больше я вникала в эту историю, тем больше я общалась со следователями, с оперативными сотрудниками, тем больше я понимала, что вообще-то этот маньяк в том числе появился именно из-за того, как была построена работа по его поиску. Если бы она изначально была выстроена правильно, то и не было бы вот этого ангарского маньяка с тем шлейфом, да, который сейчас это словосочетание за собой несет. 20 лет, совершал преступления, более 80 жертв и так далее и тому подобное. Маньяк для меня это такое сконструированное понятие. С одной стороны, это Михаил Попков, преступник, там, злодей во всех смыслах, а с другой стороны, это система, система не только там полиции, милиции, и вообще, как бы, некая такая система глобальное общество, да, которая позволила ему появиться и позволила ему столько лет убивать. Когда ты ехала первый раз в Иркутск, ты ехала уже с намерением поговорить с самим Попковом? Нет, тогда было понятно, что это невозможно, потому что шел как раз-таки суд, вот, видимо, да, тогда он, значит, сознался, они выпустили пресс-релиз в Следственный комитет, ну, и как-то начали там потихонечку передавать дела в суд, вот, и поговорить с ним было нельзя. И вообще, в принципе, на тот момент это казалось таким каким-то неправдоподобным событием, поговорить там с преступником, с маньяком, что я даже, если честно, и представить себе не могла, что это, в принципе, возможно. Мой фокус все еще, ну, и, в принципе, и до последнего был скорее на том, почему его так долго искали, да, то есть это главный вопрос, по-журналистски поставленный, и мне кажется, что он имеет тот сам, ту самую общественную значимость, которой стремятся все нормальные журналисты, когда пишут какой-то текст, потому что не успех рассказать какую-то историю с вау-эффектом, да, потому что их происходит, к сожалению, очень много каждый день. Но когда ты можешь, как бы, через одну эту историю рассказать о некой проблеме общественной, то это важно, и здесь, безусловно, это не частная история, да, потому что убитые, там, как минимум 80 женщин, куча семей, там, прошли через страшные трагедии, и самое главное, что в голове этого угла, помимо преступника, ну, некая система, которая, очевидно, не работала, и, возможно, не работает до сих пор. В 19 лет ты уехала из Белоруссии в Париж, вступила в Сорбонну и изучала там историю, теорию кино. Расскажи о том периоде своей жизни. Мне кажется, сейчас, что это какой-то фильм, Эмили в Париже, просто, нет, на самом деле, конечно же, Дни Эмили в Париже. Это такое счастье и такая удача и такое везение в жизни, иметь такую возможность поехать в Париж, чтобы, прости господи, изучать там историю, теорию кино. Конечно же, я обязана этим моим родителям, которые мне дали эту возможность, потому что, понятное дело, что Сорбонна и кино звучат максимально красиво, но так же понятно, это не ведет ни к какой работе потом, ну, просто потому что история, теория кино – это просто дисциплины классные, которые супер изучать. У меня были пары, посвященные там кинематографу Хичкока, фильмы «Новой волны», вот там, «Вон Карвай». Это было очень классное, крутое время, и вообще, это был город моей мечты – Париж. Я там с раннего детства изучала французский и ездила по месяцу, каждое лето проводила во Франции, ну, как бы изучала язык, и вообще, эта страна очень для меня важная и близкая. И да, у меня была мечта жить в Париже, скажем так. И, конечно, вообще, эти пять лет в итоге я прожила там, учась. Вот, это очень классное время. Тогда, знаешь, такой вопрос сразу, как вот это вот можно было там условно променять на то, чтобы поехать в Россию, да, и вот там заниматься работой криминального журналиста, писать про дичь просто, ходить вот вместо кино в тюрьму, в СИЗО. Вот, если честно, это одинаково во мне отзывается. Ты работала на «Медузе», и ты до материала про Попкова писала про пытки в тюрьмах, про педофилов, про приговоренных к смертной казни. Такое меняет вообще человека? Ну, как меняет, как, скажем так, это возможность узнать чей-то опыт чужой довольно подробно, из первых уст, опыт, который, надеюсь, через который ты и я никогда не пройдешь. Ну, то есть, там, человек, который 25 лет отсидел в тюрьме, или человек, который физиологически, которого физиологически привлекают дети, да, это, ну, не близкие совершенно мне вещи, но это интересно понять и хотя бы узнать, что этот человек испытывает, каково быть им. Меняет ли это, ну, в корне, конечно, не меняет, ну, скажем так, это развивает толерантность и расширяет твои горизонты восприятия мира, да. Как ты думаешь, Саша, вот ты сказала, что многие журналисты заходят с такого мяска, потому что людям нравится об этом читать. Как ты думаешь, почему? Ох, это вопрос такой, как бы, системный, мне кажется, что я уверена, что есть какие-то исследования психологов, которые это как-то объясняют. Я читала их какое-то количество, если честно, все тут же забывала, потому что как-то ни одно из них меня не внушало мне доверия и не расставляло все точки над «и» в моей голове. Вот, поэтому мне кажется, что это момент какого-то такого быстрого адреналина, возможно, да, на который легко подсесть, с одной стороны. С другой стороны, это момент того, что, ну, это я, возможно, это какая-то моя фантазия, но как будто бы в этот момент мы, читая какие-то такие вот новости, радуемся, что это не с нами произошло, и как бы вот такая, ну, у кого-то что-то случилось, но не со мной, вот слава богу. Хотя это тоже, как бы, естественно, не объясняет все равно, почему мы читаем. Вот, но опять же, там, из мировой литературы мы понимаем, что это давно людей интересует, это какая-то такая вещь, попадающая почти во всех. Есть люди, которые принципиально не читают какие-то страшные штуки, вот, и не хотят об этом знать, вот, но таких, наверное, меньше. Я вообще очень не люблю триллеры и всякие страшные, там, фильмы, ужастики, и не смотрю их, при том, что это может быть абсолютно глупая история, но мне страшно, я как-то некомфортно себя чувствую, я потом, там, условно, после просмотра «Багрового пика» в кинотеатре, это не самый страшный фильм, ну, я не знаю, я чистила зубы, выбегала в большую комнату и проверяла, что там за звуки, вот. Фильм «Сияние» Кубрика я не могу себя заставить посмотреть, потому что я просто боюсь его смотреть одна, наедине с собой. Я очень мнительный в этом смысле человек, а тут как будто бы история, которая должна быть вразрез идти с моими этими страхами. Но я, с одной стороны, наверное, ей занялась, потому что я росла в середине 90-х, ну, то есть мое такое детство пришлось на середину 90-х, и это было время, когда как будто бы было очень много информации о пропавших детях, каких-то преступлениях, каких-то маньяках, каких-то педофилах, которые, я не знаю, к нам в класс приходили женщины и рассказывали о том, что ни в коем случае, там, ни с кем не идите, не ведитесь на конфеты, потому что вот какая-то девочка пошла и не вернулась. Ну, более того, что там, я помню, какие-то распечатки «пропал ребенок на подъезде», вот, и вот эта вот паника родителей, ходите по двое там в школу, и вот это вот какой-то вот страх маньяка, он как будто бы с ним прошло мое детство, а плюс еще, понятно, «Криминальная Россия» программа, которая там тоже время от времени подкидывала истории такого порядка, такого характера, вот, и, возможно, это некая моя психотерапия и возможность с этим как-то разобраться и проработать эту какую-то травму. Меня просто удивляет, да, что человек, который боится смотреть сияние, не боится поехать условно в колонию там строгого режима, да, или в следственный изолятор, или сесть в расстоянии там в полтора метра от человека, который убил восемь женщин, убил, изнасиловал, в общем-то, и делать на протяжении двадцати лет. И я, конечно, вот просто поражаюсь тому, как эти две такие вот вещи в тебе уживаются. Как бы, мне кажется, мы все удивительные личности, да, и человек часто сочетается, на первый взгляд, несочетаемые, наверное. Там можно как-то подумать об этом, и какой-нибудь психиатр или психолог найдет ключ к этому и разгадку, вот. Ну, как бы, нигде не соврала. Я когда писала книгу, мне нужно было прочитать там, ну, сотни страниц материалов уголовного дела Михаила Попкова, и там, конечно же, в очень таких детальных подробностях описано, сколько он на жертве нанес, и чем, и куда ранений, и когда там после чего наступила смерть. Ну, во-первых, как бы, градус ужаса снижает тот язык, которым это написано, потому что это максимально такой... Канцелярский, да? Да, да. Очень унифицированный язык. Во-вторых, ну, как бы, мне не приснился ни один кошмар по этому поводу. Саша, ты родилась в Минске, и там по-прежнему живут твои родители. Как вы вообще поддерживали связь, вот, в этом году, особенно во время всех этих событий, там, и не было бы, и не было ли вообще мыслей забрать их оттуда? Ну, мы поддерживали связь, как и всегда, традиционным способом, с помощью интернета, FaceTime, там, Skype, я не знаю, ну, то есть, все мессенджеры у них установлены, естественно, и телеграммом они пользуются уже уверенно, потому что в какой-то момент только там была информация, и там была связь. Вот, ну, я, как бы, перевозить их, в принципе, там, конечно, происходят ужасные события, которые их беспокоят, как и всех, они и меня страшно беспокоят, в том числе потому, что родители каждое воскресенье выходят на марш, и каждый раз, пока они мне не отпишутся, что они дома, я нервничаю и переживаю, и при этом я прекрасно понимаю, почему они туда ходят, и я не могу сказать им не ходить туда, да, потому что, ну, это невозможно, как бы, то есть, это тот случай, когда сидеть дома невозможно, и это понимают все нормальные люди, и мне кажется, что таких людей, конечно же, большинство там, по крайней мере, в окружении моих родителей большинство, ну, и моего некого бывшего окружения, вот, но перевозить их, ну, как бы, у них там в целом все нормально, то есть, у них там жизнь, там, родственники, друзья, работа, занятия, поэтому, ну, если бы там уже была прям какая-то очень сложная ситуация, я думаю, что мы бы об этом говорили, но пока все-таки, ну, их безопасности так напрямую ничего не угрожают. Ну, у тебя не было момента, не знаю, желания поехать, снять какой-то репортаж, что-то сделать, или, может быть, ты делала, но это просто как мимо меня прошло? Нет-нет, ничего не делала, как сказать, конечно, у меня были такие мысли, и было желание и поехать туда, и что-то сделать в журналистском плане. Пока не открыли воздушную границу России и Беларуси, да, попасть в Минск-то я могла, но вернуться в Россию нет, потому что у меня был русский паспорт, у меня нет в России вида на жительство, поэтому я не могла просто вернуться бы, не смогла бы потом вернуться в Россию, поэтому я туда не ехала. Когда ты сказала родителям, что едешь, вот, брать интервью у маяка, как они отреагировали? Ну, они часто реагируют так, ой, доченька, мама так говорит, ну, папа просто гибает, ну, как сказать, конечно, они волнуются, куда бы я ни ехала, когда я ездила там на Северный Кавказ по разным темам, они тоже волновались, хотя не знаю, что там в общественном смысле, вернее, в вообще понятном смысле более опасно поехать даже не на Северный Кавказ, а вот я ездила, писала, когда про подростков АУЕ, ездила в маленький городок в Сибири тоже и встречалась там с смотрящим в городе, за городом, ну, таким мини-криминальным авторитетом, и что там опаснее съездить с ним в кафе придорожное, пообщаться или посидеть напротив ангарского маньяка, ну, я думаю, тут очевидно, ну, в смысле, как бы, я как человек, я ничем не рискую, когда сижу напротив ангарского маньяка. Саш, какой он ангарский маньяк? Ну, помимо того, что он, безусловно, преступник, который заслуживает там двух, трех, четырех, десяти пожизненных сроков, но это не Ганнибал Лектор, это не какой-то такой мифологизированный образ серийного убийцы, который мы привыкли видеть в фильмах про серийных убийц, которые интересны, с которыми интересно говорить, вести разговор, которые умные, с которыми ты вступаешь в какую-то такую интеллектуальную схватку, конечно же, это все не про него. Он обычный человек, в этом обычный такой мужик из Ангарска, и в этом ужас, потому что он обычный, потому что у него нет ни пламя не извергается из его рта, когда он говорит, у него нет никаких признаков дьявола на его теле, его лице. Ужас в том, что как бы, да, под вот этой маской обычного человека, ну, вот скрывается такой, такой настолько необычный. Вот, и при этом это какая-то такая очень понятная, понятная тема, потому что, ну, да, никогда там нет стрелочек, которые указывают это, это бэдгай в жизни, да, то есть всегда такая, как это выражение, обыденный зла, да. Чтобы установить контакт с Попковым во время интервью, ты говорила с ним, ну, на какие-то отвлеченные темы, в частности, вы обсуждали литературу. Что читает маньяк? Он читает то, что ему приносят следователя, либо то, что есть в библиотеке. Он мне рассказывал, кто читает там книги из этого, как это, серии «Сталкер», а я сразу не поняла, ну, я подумала, что он читал «Сталкер», а я думаю, нормально, вот, ну, нет, все-таки, наверное, серии «Сталкер». Буквально в августе мы с ним когда общались, ему следователь принес книжку «Текст» Глуховского, и он нашел, что там покритиковать. Как-то она ему не зашла, я уже, если честно, не помню почему, ну, что-то типа, зачем он начал это делать, вступать в переписку, вот это глупо, ну, как-то начал с ним полемизировать с героем этого произведения. Но, опять же, да, нужно понимать, что это неинтересный разговор, у него нет никаких интересных мыслей, которые там могут удивить, как-то что-то о нем рассказать. Это, ну, он не то чтобы там необразованный человек, да, нет, он, в принципе, скорее, ну, для среднего представителя гражданина России, скажем так, он вполне себе образован, но это не какой-то выдающийся ум, он много чего там по верхам знает, что-то читал, он любит такие какие-то вот, знаешь, исторические произведения, каких-то таких ложе историков, ну, как мне показалось, которые любят рассматривать какие-то исторические события под совсем неожиданным углом и рассказывать, что на самом деле там Романовы были вампирами, например, да. Ну, вот я, конечно, сейчас преувеличила, но вот он любит такое вот, все думают, что это так, и на самом деле... Теории заговора какие-то, да? Ну, вот да. Вообще, надо сказать, что вот «Безлюдное место» — это такой, наверное, первый true crime русский, который я прочитала, и, знаешь, не потому что, в общем-то, я как-то мало читаю, мне мало интересно в эту сторону, а их не так много-то и выходит. Я попыталась поискать, и вот я сейчас подгляжу исследование Николая Модестова «Серийные убийцы. Кровавые хроники российских маньяков». Вот такую книжку нашла, единственную, и что-то попробовала поискать еще, и у меня не вышло. Вот как ты думаешь, мы с тобой начали с того, да, что людям тема интересна, люди смотрят с удовольствием, там, вот эту всю дичь нашего Малахова, читают «Медиазону». При этом в литературу, именно вот в жанр true crime, да, такой, это как-то не сильно, чтобы проникает. Как ты думаешь, почему? Ну, мне кажется, что с одной стороны, то, что вот я сказала чуть раньше, да, что как будто бы вот эта форма, эта манера, эта интонация говорить о преступлениях, какое-то долгое время она принадлежала желтой прессе в разных ее проявлениях. Это таблоиды, это какие-то сайты вроде «Ньюсруком», да, и вот условно там Малахов, такой общий Малахов, да, на разных каналах. Вот, и может быть, это был жанр такой недостойный, что ли, литературы. Я тоже, конечно, перед тем, как начать писать книгу, читала какие-то, ну, понятно, переводные книжки про маньяков, и там, энциклопедия серийных убийц, вот. Ну, такие книги, наверное, там переводные, они так или иначе выходят регулярно, и, возможно, их покупают, да, но это условная Википедия, распечатанная просто в книжке, где подробно описаны ужасы, которые совершали маньяки. Ну, мне такое не очень интересно. Я не то чтобы, вот, не ходячая энциклопедия серийных убийц, это точно, несмотря на то, что, как бы, вот я написала эту книгу, и люди, некоторые называют меня специалистом по маньякам, ну, как бы, я не, не то чтобы там как-то смакую, и в свободное время зачитываюсь статьями про преступления серийных убийц. Нет, совсем нет. И у меня, скорее, референс был мой, ну, это, конечно, ну, да, такой очень глобальный референс, это In Cold Blood капоты. Может быть, просто true crime – это, скорее, история, которая ложится лучше в какие-то более короткие форматы. Вот, поэтому, как бы, люди не делают книгу, а книга что? Книгу прочитает меньшее количество людей, ты потратишь на это гораздо больше времени, и получишь за это гораздо меньше денег, чем написав там какой-нибудь текст или сняв документальный фильм для YouTube-канала. Ну, да, слушай, это очень интересная мысль, потому что, ну, вот возьмем США, да, их преступление – это часть большого американского шоу. Только случается какое-то, да, там, поймали маньяка, не знаю, арестовали, там, Чарльза Мэнсона, да, всё, судебный процесс – это сразу цирк с конями, вся пресса прикована, все люди за завтраком читают, что там произошло, там, чем сегодня позавтракал Мэнсон, все одноклассники его начинают писать книги, люди, которые, не знаю, с ним встречались один раз в жизни, где-то на автобусной остановке стояли рядом, начинают писать книги, журналисты, которые брали интервью у него, пишут книги, адвокат пишет книгу, прокурор пишет книгу, и в итоге, да, через год там появляется, не знаю, там, кино, и, в общем-то, культура, да, она обрабатывает практически мгновенно эту ситуацию, а у нас нет. И вот эта разница в том, как мы это делаем… Может быть, тут ещё вопрос в индустрии книжной, да, всё-таки в Америке писатели, ну, они живут с продаж своих книг, да, и есть как бы некий смысл в написании этих книг, в том числе, ну, чтобы там заработать имя, понятно, репутацию, деньги, стремиться там продать экранизацию, чтобы сделали экранизацию и так далее. У нас всё-таки книжный рынок, безусловно, есть писатели, которым это приносит деньги, но это… Их 5 человек. Да, их не так много. Ну, да, а Малахов платит, сколько он платит, 50, 100 тысяч? Ну, я, если честно, не знаю, как бы, у меня никогда не предлагал, поэтому только из каких-то чужих слов, ну, да, в зависимости от важности героя, наверное. Ну, я читала у тебя в книжке, что ты заплатила Попкову, чтобы он тебе дал интервью. Сколько ты ему заплатила? Я ему заплатила 5 тысяч. Это были твои личные? Это были мои деньги, да, потому что… Ну, я была поставлена в ситуацию очень, ну, во всех смыслах неприятную и трудную, потому что, то есть, с одной стороны, есть редакция, которая утверждает тебе, там, командировку, специально человек покупает тебе билет в Иркутск, понятное дело, что это не самый дешевый билет. И когда билет уже был куплен, мне позвонили из пресс-службы Следственного комитета по Иркутской области и сказали, вот, вам надо ещё с адвокатом маньяка поговорить. Вдруг вырешивался адвокат. И адвокат мне сказала, что Михаил не общается бесплатно. Вот, я сказала, ну, и понятно, я сказала, что Медуза, она не платит за информацию, что так абсолютно никогда, никогда ничего не было заплачено, ни за какие эксклюзивы, но тем более тут такая морально неоднозначная ситуация. Вот, ну, на что я услышала, она мне сказала, ну, слушайте, как бы это ваше дело. Нет, так нет, но он просто приедет к вам, будет сидеть напротив вас и молчать. Когда я поделилась этой информацией со своими начальниками, они мне сказали, Саш, ну, мы в тебя верим, у тебя всё получится. Ты его уговоришь. Ну, вот так, да, то есть я понимаю, что я не могу вернуться с пустыми руками из дорогой командировки. Я тогда была таким начинающим автором Медузы. Ну, естественно, это как бы некая профессиональная неудача, которую не хотелось бы проходить. Вот, и я сказала этому адвокату его, что я пять тысяч вот своих денег могу заплатить. Вот, ну, он согласился. Пять тысяч и два журнальчика в судоку я привезла, она тоже попросила. А на что он тратит эти деньги? Где он тратит? А, ну, вообще нет, это всё очень понятно, где. Есть магазин при СИЗО и при колонии, ну, на тот момент он сидел в СИЗО, где продаётся, ну, вот как обычный магазин, да, то есть там можно купить сигареты, можно купить чай, кофе, конфеты, колбасу, овощи, фрукты. Ну, то есть вот обычный магазин, в принципе, обычными ценами. Ну вот, и он тратил эти деньги на то, чтобы сидеть лучше, чем он мог. Саша, продолжая тему трукрайма в культуре, да, я не смогла найти книг, но я наресерчила достаточное количество подкастов. Вот у меня есть тоже подкастка здесь. У Холмов есть подкаст, без срока давности, голос зоны. Опять же, твой подкаст на Холоде, Траста 161. И вот, судя по количеству прослушиваний, ну, я так понимаю, что тема-то, она востребована и интересна. Просто подкасты сейчас вот как-то гораздо этому формату вот рассказывания этих историй больше подходят, на твой взгляд. Опять же, ты же тоже сделала подкаст на Холоде до того, как написала книжку. Не-не-не, это было не до того. Я написала книжку, сдала ее, потом мы сделали с ребятами подкаст. Смотри, у Траста 161 есть два сезона. Первый сезон вышел год назад по тексту Таи Викбулатовой «Дорога в Аскиз». Это про другого маньяка, который работал таксистом, убил там, изнасиловал какое-то количество девушек. Его тоже не хотели ловить. И сейчас даже идет, возможно, я могу путать, либо уже закончила судебное заседание, посвященное, судебный процесс, посвященный следователям, которые не хотели тоже, значит, открывать уголовное дело и арестовывать очевидного преступника. Там было все довольно очевидно, что это он совершал эти преступления. И ребята сделали год назад по тексту, там вышел такой подробный очень текст, подкаст. И в этом году мы решили, как второй сезон, сделать про еще одного маньяка, еще одну true crime история по книге. Я хочу сказать так, что вообще сейчас, конечно, подкасты переживают некий свой бум, появляется их очень много, но в основном это подкасты, где разговаривают два интересных или не очень интересных человека. Вот. То есть это такая болтология, которая... Ну, всем кажется, это так просто записать подкаст, всего лишь нужно два микрофона и какая-то тема. Вот. А вот подкасты true crime, то есть так называемые подкасты со сторителом, да, где есть история, есть там интрига, и драматургия, и герои-антигерой, их намного меньше. Я думаю, среди тех, что ты перечислил, я не все их слушала, но явно там есть примеры, когда там просто два ведущих, которые друг другу рассказывают, какие бывали маньяки, вот. Но это немножко... это другой подход. То есть одно дело, мы почитали Википедию, там, ну или, окей, не только Википедию, и рассказываем вам эту историю, просто вот как бы то, что мы узнали. А другое дело все-таки... Ну, я, естественно, хвалю наш подкаст 261, когда есть работа и со звуком, во-первых, да, то есть я знаю, что, например, Леша Пономарев, который делал оба подкаста, он ездил вместе с Таей в Абакан и записывал специально какие-то вот звуки для того, чтобы потом включить это в подкаст. Когда я ездила в этом году в Ангарск, мы начали работать уже над подкастом, и я записывала звук трамвая ангарского, хотя понятно, что трамваи, наверное, везде одинаково звучат, но вот как бы, ну, то есть это прямо такая работа, да, подкаст это не просто сесть и поговорить на какую-то тему, все-таки нужно искать формы, которые, ну, ложатся, да, под этот формат, то есть нужно рассказывать эту историю в звуках, а чтобы ее рассказать в звуках, нужно поработать над этим, да, и опять же там интервью, которые у меня были, и у Таи они были, соответственно, да, это не просто со слов ведущего истории рассказывается, но туда вплетаются герои, персонажи, мое с ними общение, там, по телефону, например, и так далее. Поэтому я бы не сказала, что подкастов true crime много, их тоже мало, и я знаю, что есть люди, которые мечтают делать такие вот подкасты, но это требует много времени, гораздо больше, чем просто сесть, поговорить, и на завтра уже можно выкладывать новый выпуск, потому что это, ну, это полноценная работа, да, возможно, чуть меньше, чем книга, чисто по времени, вот, но ничуть не меньше, чем какой-то большой журналистский текст, да, на него может уйти там и месяц, и месяцы, да, то есть нужно созваниваться, это нужно говорить, вот, потом это все монтировать, отбирать, редактировать, то есть, вот, ну, и опять же, да, какой выхлоп получается, ну, наверное, не такой, хотелось бы и побольше, да, там несколько тысяч, даже пусть несколько десятков тысяч прослушиваний не сравняться с, там, миллионами просмотров на ютюбе, например, да, фильма про ангарского маньяка, или там сотнями тысяч читателей, которые читали это на Медузе, вот, но все равно, нет, ну, здорово, что это, это, это развивается, естественно, там, этот подкаст Serial, вот этот вот, с которого многие подкасты вообще начались, и люди стали об этом думать и мечтать делать подкасты, когда услышали, что можно упаковывать классные истории в этот формат, но они, понятно, должны быть, ну, не любую историю, во-первых, имеет смысл туда упаковывать, и, во-вторых, это отдельная какая-то работа, какой-то, ну, как бы, метод. Ну, а ты сама, какие подкасты слушаешь? Довольно много подкастов слушаю, слушаю подкасты «Холода», которые сейчас, вот, усиленно начали развивать и выпускают о каких-то своих текстах, такой разговор дополнительный с автором, вот, всегда интересно, да, из первых уст услышать какую-то информацию. Вот, я слушаю подкаст «История русского секса» Кати Крангаус в студии «Либо-либо». Вот сегодня утром слушала поэпизодный клан, это прекрасные сценаристы обсуждают сценарное искусство, искусство, мастерство и все, что с этим связано. Просто когда-то мечтала быть сценаристом, вот, и как-то это во мне очень отзывается, но вообще мне нравится кино, и, в частности, я не безразлична к российской киноиндустрии. Вот, слушаю иногда подкаст «Норм». Девчонки Даши с Настей на очень важные, интересные темы разговаривают и зовут классных тоже собеседников к себе. Так, так, я на самом деле, да, я слушатель подкастов, то есть есть великолепный подкаст, не знаю, будет ли там еще сезон о ментальных расстройствах, я забыла, как он называется, это тоже делали «Либо-либо» студия. Ну, мы добавим потом в описание. Да, да, новое материнство тоже, студия «Либо-либо», я прямо их, ну, это мои бывшие коллеги по «Медузе», поэтому, конечно же, я за ними слежу и слушаю то, что они делают, и это классно, интересно и прямо так вот попадает в меня. У тебя очень интересный инстаграм, очень необычный. Ты пишешь о синглах, о тех, кто живет один, о девушках, о синглах, ты пишешь о себе. Как ты вышла на эту тему? Пару лет назад, наверное, в 2014 году, ну, уже не пару, уже довольно давно, я прочитала книжку Анны Шадриной, которая была написана по ее диссертации. Диссертация была посвящена изучению этого статуса сингл, но она называет это не так, она называет одиночки этих людей, которые не состоят в отношениях. То есть они могут жить, там, не обязательно они живут одни, именно физически, да, то есть они могут жить с детьми, например, либо с родителями, но они не состоят в отношениях, в браке. Это как-то тема, она во мне отозвалась, потому что я ни тогда, ни сейчас не состою в отношениях, большое количество моих подружек в такой же ситуации, и, естественно, так или иначе мы эту тему обсуждаем, и то, как это было написано, и то, какие темы и проблемы поднимаются вместе с этой историей всей, это все, конечно же, в меня попало. Вот, и я на протяжении этих лет после прочтения книги как-то возвращалась в голове к этой теме, вот, в том числе из-за своей жизненной ситуации и из-за жизненной ситуации своих каких-то подруг, которые говорили о том, что, ну, буквально, да, я там не хочу вот ехать в какую-то страну, потому что считаю, что там на Мальдивы, например, у нас подружки ездили на Мальдивы несколько лет назад, и кто-то мне говорил, что, ну, вот, на Мальдивы это надо романтическое путешествие. Разменяла Мальдивы, да, да, да. Романтическое путешествие ехать на Мальдивы, ну, не знаю, там и без романтического. Прекрасно, великолепно, всем рекомендую, и можно не так дорого, как кажется, на самом деле. В общем, да, я как бы подумала, что это всегда очень обидно, когда человек откладывает свою жизнь на потом. Вот эта вот история откладывания, она, наверное, для меня самая важная в этом всем, потому что я сама так какое-то время подсознательно думала и рассуждала. А потом я решила, что, ну, жизнь здесь и сейчас, и брать все от момента, ну, насколько это возможно, это как бы классно и нужно так делать, вот. И вот решила под таким углом об этой теме говорить. Мне дико откликается эта тема. Я сама ощущаю вот какое-то давление со стороны больше, наверное, социума, да, в том случае, если ты выбираешь жить сама или ты выбираешь жить, там, без отношений, там, без брака, да, там, в гостевом браке, да, ну, то есть как угодно, но то, как это не соответствует каким-то, в общем, принципам, да, и тому, как это вот принято сейчас в обществе, то это ощущается как дискомфорт, то есть это постоянные какие-то неудобные, неприятные вопросы, на которые тебе совершенно не хочется отвечать, ну, почему ты там, не знаю, не в отношениях, почему ты не заводишь детей, да, и это так какими-то, как будто в наше ощущение, как будто в сапогах, в грязных, вот в твое внутреннее пространство кто-то заходит и там вот начинает спрашивать, где у тебя тут что стоит и почему все стоит именно так. И мне, конечно, очень этим понравился твой инстаграм, я читаю, я прочитала все посты, вот, и вместе у меня это сложилось, какой-то такой очень классный нарратив, все очень откликается, пожалуйста, пиши еще. Спасибо, я с удовольствием пишу и с большим удовольствием отмечаю, что это правда откликается у очень большого количества девушек и женщин из разных городов и стран, которые пишут и комментарии, и там личные сообщения, довольно много рассказывают свои истории, говорят, что спасибо вам, я думала, что я только одна об этом думаю. И вот, на самом деле, я думаю, что я делаю это во многом вот из-за этого, когда ты получаешь в личном сообщении от какой-нибудь девушки, неважно, сколько ей лет, потому что бывали и совсем молоденькие, и уже даже старше меня, спасибо, что вы это пишете, что вы об этом говорите, потому что я думала, что я одна в своей этой проблеме, ну, ради этого стоит продолжать. А что ты читаешь? Я в последнее время читаю какое-то количество нон-фикшн-литературы, например, вот из последнего я прочитала не до конца, если честно, ну, как-то меня немножко утомило, хотя это классная прям книга, «Невидимые женщины», да, это называется? Книга, такое исследование, слишком капитальное исследование, я бы сказала, о том, как весь мир на самом деле так устроен, что всё ориентируется на мужчин, и что человек — это, конечно же, мужчина, а не женщина. Это мне интересно и с точки зрения моего блога, в котором я какие-то такие вещи подмечаю, в том числе некой дискриминации женщин. Ну и вообще, в принципе, мне эта тема интересна, гендера, гендерных каких-то исследований. Вот, ну, книжка, скажем так, можно полистать, почитать какие-то отдельные главы, потому что она, правда, очень-очень подробная. Вот, а из художественной литературы я последняя книжка, вот буквально вчера закончила читать новую книгу Елены Ферранте, забыла, как это называется, но она не очень. Мы нагуглим, как называется последняя книга Елены Ферранте, потому что я тоже не могу сейчас в моменте вспомнить. Да, про девочку, там, родителей, развод. Ну, в общем, я обожаю «Неполитанский квартет». Для меня это прямо какое-то такое вот... Это та книга, о которой я люблю говорить, что если кто-то её не читал, я завидую человеку, который её ещё не читал, потому что ему ещё это всё предстоит. Я всем рекомендую, и, возможно, это попса, но это такая попса, в которой очень приятно находиться внутри и как-то сопереживать этим всем героям. Я мечтаю поехать в Неаполь и пройтись по этим всем местам, и посмотреть. Я знаю, что даже есть какие-то маршруты, вот фанаты её составляли. Вот, ну, надеюсь, когда-нибудь это получится. Вот, поэтому я как бы взяла и новую книгу, ну, понимаю, что магия, как бы, она не случилась. А русские книги, русских авторов читаешь? Да, конечно. Я читаю и стараюсь следить за новинками. Вот недавно закачала себе нового Пелевина, ну, не знаю, не уверена, что... как-то, ну, в общем, хочется и как-то, ну, не знаю. И колется. И колется, кажется, что, ну, столько книг хороших, чё... Чё читать Пелевина? Столько хороших книг. Нет, мне просто кажется, что это какая-то такая прям работа над собой, вот, чтение Пелевина для меня последнее время. А может быть и всегда. Ну, то есть, это не на 100% возможно просто мой автор. Я, безусловно, там понимаю, что это важный автор и, возможно, читаю в основном из-за этого его, чем из-за какого-то кайфа. А мне хочется, чтобы чтение это было удовольствие. Это такой момент, когда ты отключаешься от, там, соцсетей, от каких-то, там, актуальных вопросов и проблем. Вот, русское читаю. Что из русского последнее? Не могу вспомнить прямо вот так вот, что именно хронологически. Вот, а, кстати, да, вот вышел же новый Водолазкин, его я не читала. И вот, вероятно, я... Нового или вообще? Нет, ну вот новый, но вот предыдущий Водолазкин. Все, все, короче, читаны мною Водолазкины, кроме последнего. Вот, я, конечно же, обязательно его прочитаю. Вот, Петровый в гриппе, да, я читала. Ну, то есть, как бы, я вот стяжу за такими новинками. Что еще новинок? Какие новинки были громкие? Слушай, ну, а вот можно я тогда сразу спрошу? Конечно, да. Потому что ты называешь, ну, такие достаточно, ну, известные в литературе имена. Ну, ты вот только что произнесла, когда говорила, что, типа, я читаю и отключаюсь, вот, типа, от социалочки, да, от повесточки. То есть, условно, если, например, книга, ну, вот современная русская художественная книга будет написана с какими-то элементами повестки актуальной сегодня, для тебя это сразу минус для книжки? Нет, нет, я не говорю не про актуалочку, повестку, а от своих каких-то проблем. Ага, ну, начали неправильно. Да, 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 это исключительно просто, что это меня выключает из вот так этому написать, с этим созвониться, здесь что-то сделать, забросить какой-то запрос, заплатить, оплатить, ну, в общем, вот от этого исключительно. Нет, я вообще, мне нравится, и я в последнее время иногда там подумываю, почитать или перечитать какую-то классику, но мне хочется, наоборот, каких-то актуальных историй, про сегодняшний день, про время, про героев таких вот прям современных, и мне, наоборот, это очень интересно и очень нравится, и поэтому, не-не-не, я абсолютно не хочу, вот бегство от реальности, это вообще не про меня, мне скорее, чем больше реальности, тем лучше. Так получилось, что в одно время с тем, как я читала «Безледное место», я посмотрела новый сериал, «Расследование» Тобиа Салинхальма, совместное производство Дания, Швеция и Норвегия, основан на реальных событиях убийства в 2017 году шведской журналистки Ким Валь, не знаю, если я не смотрела, вот я тебе кратко расскажу, да, там, ну, историю, я думаю, ты знаешь, как журналисты. Да, да, да. Твоя книжка и этот сериал, они у меня прям засинхронились в какой-то момент, потому что в этом сериале очень необычная оптика, там убийца, он полностью редуцирован как персонаж, то есть его там никто не играет, у него там, его персонажа там нет вообще, и там нету каких-то документальных вставок про него, то есть там нет его фотографии, то есть мы знаем его имя, оно произносится следователями, и все. И также нету жертвы, то есть никто не играет Ким, и только в конце ее фотография, вот уже перед титрами, настоящая. Все действие сосредоточено именно на расследовании и на тех людях, которые очень хорошо сделали свою работу для того, чтобы этого преступника, ну, во-первых, поймать, а во-вторых, даже не просто поймать, а это же надо еще доказать. Там все произошло на подводной лодке, и убийца ее затопил, тело было расчленено, его очень долго искали, несколько месяцев искали по дну водолазы, и в общем, в сериале показано, какая это адская просто работа, искать мотив, работа экспертов, потому что очень долго не могли установить причину смерти, а без установления причины смерти очень сложно работать обвинителю, и там показано, вот как готовится прокурор к заседанию, что, как он волнуется, что не хватит вот этих фактов, хотя казалось бы Господь, ну как, ну как этого может не хватить, но там очень сильно показано, что вообще нет, вообще очень важно, чтобы все все нашли вовремя, запротоколировали, допросили, получили показания, чтобы это все сложилось в систему, и он тогда сможет тоже свою работу как обвинителя сделать, и преступник получит срок, а так может и нет. И мне показалось, что вот эта оптика, редуцирующая злодея, не смакующая, да, как вот в американском кино, вот этот образ Ганнибала Лектора, да, такого эстета, который вот ножку человеческую отрезал, да, покушал красиво под музыку, вот этого ничего нету. И у тебя, несмотря на то, что ты приводишь в книге интервью, свое первое, вот расшифровку интервью с Попковым, у тебя тоже нету акцента на него, это не книга про Попкова, это не книга про ангарского маньяка, это книга про следаков, про хороших ментов, в конце концов, существующих и работающих вопреки всей этой системе, которые ловят маньяков. И вот как, не знаю, тебе кажется, это какой-то происходит слом в культуре, да, то есть нам надоело вот это вот смакование злодеев, мы как-то подменяем эту оптику или как? Интересный момент, потому что мне, ты так рассказываешь, я понимаю, что, наверное, сериал хороший. Да. Представить, что в этой истории про убийство этой журналистки, конечно же, всех интересует, как он ее убил, почему и что там происходило. И как будто бы без этого элемента, ну не то, что бессмысленно снимать, но как будто бы нас сразу лишают самого важного и самого интересного. Но я понимаю, почему нас этого лишают, потому что никто не знает, видимо, что там происходило на самом деле. А какие-то спекуляции на эту тему, какая-то фантазия, ну, наверное, на данный момент все-таки не может себе позволить это ни режиссер, ни сценарист, ни продюсер, потому что, ну, все-таки это слишком недавние события. Вот история и работа водолазов, исследователей изучить довольно просто, да, нужно всего лишь как бы с ними поговорить, но не всего лишь, но тем не менее. И показать это максимально документально достоверно, тоже проще, чем рассказать, что там случилось на этой подводной лодке. То есть, с одной стороны, это как будто бы режиссер пошел по простому пути и решил не рисковать и там не вступать ни с кем, ни в какие конфликты своими домыслами. С другой стороны, мне кажется, что, в принципе, эстетика вот такого скандинавского нуара, она скорее вот про каких-то вот этих вот следователей в каких-то прекрасных пальто, которые ходят и там бесконечно по этим северным пейзажам, вот, и что-то размышляют и расследуют, да, то есть это вот тоже какая-то такая история скорее про вот этих людей, которые ищут, тем про тех, кого ищут. Ну, возможно, это ход, и если ты говоришь, что сериал классный, значит, он работает. Вот, это как бы один из возможных, когда мы обсуждали с редактором книги Шуриком Горбачевым, как мы будем рассказывать эту историю, у нас тоже было несколько вариантов. да, мы могли рассказывать, например, да, маньяк появляется во второй части книги, то есть, ну, до момента того, как, в принципе, он появился во всей этой истории. С первых страниц появляется город, да, Ники Светил. Да, ну, у тебя Ангарск, мне уже понравилось, что он у тебя там полногород, герой полноценной книги. Ну, а потому что это так, да, то есть, это город, который предопределил во многом, ну, не то, что там предопределил появление этого маньяка, это звучит слишком как-то кинематографично, но в каком-то смысле так и есть. Ну, это среда, да, это среда, в которой это стало возможным, там, по ряду причин, и ты, как исследователь, эти причины довольно-таки тоже убедительно приводишь. Да, и можно было рассказывать как историю, вот, как бы, двойную, да, то есть, сразу говоришь, что вот, преступник, мы решили все-таки немножко интригу поддержать, хотя, вроде, все знают, но все равно каждый раз проживать какую-то вот кульминацию поимки, кульминацию расследования, это, мне кажется, нравится читателям. Ну, в общем, это все к тому, что, естественно, есть разный подход к рассказыванию одной и той же истории, ее можно совершенно по-разному подавать. Здесь, видишь, я, к сожалению, не видела, поэтому мне сложно как бы говорить конкретно, но почему нет, это интересно, потому что, наверное, действительно таких вот сериалов о том, как там кто-то кого-то убил, каких-то сумасшедших в таких вот гениях, да, условно, какой он был убийца Ким Вальц, а было тоже, как его зовут, вот. А мы не будем это специально произносить, мы его редуцировали. Хорошо, да-да-да, это наш подход к обсуждению этой темы. Вот. Ну, может быть, действительно, как-то не только об этом, эта история не только об этом. Ты писала книгу в Вашингтоне. Как так получилось, что ты уехала в Америку, чтобы работать над книжкой вообще? Да, это немножко смешно звучит. Зачем писать про ангарского маньяка в Вашингтоне, неужели в России места не нашлось? Ну да, и почему не в Ангарске? Да. Подешевле же там, наверное? Да, да, да. Объясню. Вообще, я поняла в какой-то момент, что, окей, я хочу написать книгу об этом. Чтобы это сделать, мне нужно время. Тешить себя мыслью о том, что я буду продолжать жить обычной своей жизнью и по ночам, глядя в окно. Как Эрри Брэдшелл. Да, да-да-да, именно так. Я буду писать. Я не тешила себе этой надеждой, прекрасно понимала, что это невозможно, это очень трудно. Тем более, если твоя работа основная связана тоже с написанием текстов других. Вот. И я начала узнавать, как можно получить некий грант писательский, какую-то стипендию. Такое существует. Особенно это существует в Европе, в Америке, конечно же. Начинающий писатель, дебют, не дебют, на такие-то темы. Темы, посвященные борьбе за права женщин есть. Я знаю, коллеги получали и писали на такие деньги. Но в итоге я знала про эту стипендию в Нью-Йорке, потому что мой коллега по Медузе, Даня Туровский, который написал книгу про хакеров, он ездил как раз-таки тоже в Вашингтон и писал ее там. Конечно, всем. Тут звучит логично. Хакеры, Вашингтон, да, вот этот русский след. Ну, короче, в любом случае... Я не знала эту историю, и он как-то ее не... Ну, он и не скрывал ее никогда. Ну, я думаю, что, может быть, просто она менее была удивительна людям, чем в моем случае. Не знаю. Поэтому как-то, в общем, она не очень была опубличена. В общем, я как-то и с ним, конечно же, советовалась. И Даня мне говорил, ну, подай, подай туда. Вот. Ну, в итоге я там с помощью руководства Медузы подала заявку на эту стипендию, и мне довольно быстро пришел положительный ответ, потому что там, как бы, да, собственно, куда заявка. Есть Уилсон Центр в Вашингтоне. Это исследовательский большой такой институт, если переводить на русский, наверное, где исследуются... Там никто не учится, там именно... То есть там выделяются некие деньги на исследование различных тем. И при этом центре, в Уилсон Центре, есть институты. В частности, вот Кеннон, институт Кеннона, который занимается исследованием в России. Они приглашают различных специалистов, политологов, социологов, антропологов, которые, например, когда-то уже защитили докторские диссертации, продолжают свою научную деятельность, пишут научные статьи, которые публикуются в научных журналах. Чтобы это делать, ну, нужно на что-то жить. Вот. И они как бы им оплачивают, ну, то есть просто платят какую-то фиксированную зарплату, вот, и ты на эти деньги себе снимаешь жилье, там, еду покупаешь и так далее. А сколько? Сколько это денег? Вот я не знаю, могу ли я это, как бы, опубличивать, но я скажу так, это несколько тысяч долларов в месяц, то есть это мне позволило, ну, очень комфортно себя чувствовать в Вашингтоне, естественно, это дорогой город, там дорого стоит жилье, вот. Ну, то есть, да, я просто договорю, у них есть отдельная программа для журналистов. То есть, я не как политолог или социолог туда, естественно, ехала, как журналист, вот, который занимается конкретно темой, ну, вот, у меня была тема «Ангарский маньяк», я, естественно, им сразу тут же об этом рассказала. Вот. И там можно приходить в этот Кеннен институт, сидеть, у меня там был кабинетик, свой стол, ну, то есть, это какая-то комфортная рабочая среда, вот, там было несколько таких вот «фэллоу», как это называется, каждый работал над своей темой, ну, все так или иначе связанные с Россией. А по времени он даёт? У меня, ну, там зависит от, видимо, программы, у меня это длилось три месяца, то есть, не так и много, не то, что там я написала книгу под ключ за три месяца, конечно, нет, но за эти три месяца я написала черновик, который мы уже там дорабатывали, в том числе, вот, с Александром Горбачёвым, ну, то есть, там он прочитал, говорит, тут добавить, тут убрать, тут дописать, ну, то есть, ну, такая, такой основной, даже не скелет, я бы сказала, уже скелет с мышцами, был написан там, я смогла вот просто переработать всю, весь свой объём вот там расшифровок вот этих уголовных, уголовного дела, это надо было всё превратить как бы в текст. И на это вот ушло три месяца. Ты в книге выводишь такую мысль, что система абсолютно не создаёт условий, в которых сегодня можно ловить серийных преступников, что следователи даже не стремятся, да, как-то подумать в направлении объединения каких-то преступлений, там, в одно уголовное дело, в силу того, что они там перегружены, настроены на, настроены, обучены, натасканы на раскрываемость по горячим следам. Никто не хочет связываться там с серийниками, с какими-то висяками, да, с чем-то ещё. И, собственно, нету людей, либо совсем, либо это какие-то вот, я не знаю, какие-то просто единичные случаи, когда кто-то просто готов аналитически подойти к вот этой работе, да, в работе вот в полиции. И что хорошие менты, как бы, конечно, они есть, но это скорее исключение, и что, в общем-то, для такой работы нужны другие люди, люди с другими компетенциями, ну, то есть, не знаю, там, условно, как в Америке, вот, есть копы, да, там, а есть ФБР, да, который... Ну, это же разные вещи, да, то есть, как бы, полиция, это полиция, следственный комитет, исследователи, это другая институция, и, как бы, фишка в том, чтобы они эффективно, как бы, каждый делали свою работу. Дело даже не в том, что им нужны какие-то новые компетенции, они, наверное, в принципе, обладают достаточными компетенциями, чтобы выполнять свою работу. Главное, чтобы они выполняли свою работу, потому что ведь поначалу, почему это всё так затянулось, люди не делали то, что должны были, то есть, происходило преступление, происходило убийство, и они вместо того, того, чтобы опросить свидетелей, опросить родственников, опросить максимальное количество людей, правильно там, взять улики, правильно их хранить, отправить их на экспертизу, занести результаты экспертизы в уголовное дело, они как бы забивали, то есть, они там писали, ну, вот, найдена женщина, там, убитая при неизвестных обстоятельствах, например, и всё. И когда спустя 10 лет приехала маньячная группа уже, которая взялась за это дело, они, ну, то есть, они думали, что им надо было по новой опрашивать свидетелей, да, десятилетней давности, а выяснилось, что некоторых никогда и не опрашивали, а люди что-то довидели, что-то дознали, то есть, такого нет, ну, это же не в вакууме всё происходит всё-таки, да, то есть, какую-то свидетельскую базу, свидетельские показания были собраны, ну, вот, спустя, там, годы, годы. И мне кажется, здесь именно фишка в том, что, что я, мне нравится этот образ очень, это халатности разного уровня, ну, как бы, по итогу, да, это вылилось в огромную халатность, но началось это, я уверена, с очень маленькой, просто, ну, вот, вот такусенькой халатности, которая, в принципе, не являлась и не является, если ты сейчас это анализируешь, какой-то большой проблемой, но человек забыл, например, что-то сделать, хотя должен был не забыть, и это просто как цепная реакция, он забыл, следующий человек, там, не подшил, дело потерялось, я не знаю, хранилище улик затопило, это реальная история из этого дела, да, что-то забылось, где-то как-то, там, кому-то не перезвонили, не опросили, ну, и вот, и вот это вот так вот ширилось, ширилось и превратилось просто в какое-то такое чудовище, которое, ну, в том числе, которым является ангарский маньяк. Ну, да, он в это время чувствовал себя безнаказанно, неуязвимо, и продолжал. Да, а он думал, что, он даже мне рассказывал, что поначалу первая, там, мысль после того, как он совершил первое преступление, страх, от чего страх, от того, что меня поймают, меня накажут, и потом с каждым разом, видимо, этот страх у него уменьшался, потому что он видел, что его не ловят, и все это происходит безнаказанно. Это же тоже интересная отдельная, как бы, тема, что одно дело убить человека, но все равно убийство человека и наказание за это убийство, оно как бы идет как будто бы рядом. А тут человек на протяжении многих лет понимает, что на самом деле нет, ну, нету этого наказания. Мне еще, знаешь, понравилось очень, как ты описала, говоря вот о ходе следствия, что когда все-таки маньячная группа была уже создана, и они начали работать, им не помогали местные, потому что они боялись, что приехали не маньяка искать, а под них копать, что приехали, что они потеряют свои должности. И вот этот страх, что они это все потеряют, что, ну, как бы, это просто перекрывало им все, и они из-за этого не могли даже вот, ну, как хорошенько сесть, да, и вот это сделать. Возможно, если бы вот этого страха за себя вот такого не было, то это бы все просто гораздо быстрее было, и это меня просто потрясло больше, чем какие-то вот там подробности. Есть ли жизнь после интервью с маньяком? Готова ли ты вообще это все отпустить уже? Я на самом деле давно отпустила все. Мне очень легко рассказывать. Для меня нет никакого сложного разговора на эту тему. Это тема, которой я готова говорить очень много. Мне нравится, когда я вижу, что в людях это отзывается. Я сейчас не про преступления, понятно, маньяка, а про расследование, про там какие-то интересные детали истории, связанные с расследованием. Я это отпустила, мне кажется, спустя несколько дней после первого интервью с ним. Наверное, опять же, это какая-то психологическая защита срабатывает, которая тебе не дает в полной мере осознать, с кем ты говорила, кто этот человек и так далее. То есть я как-то отмежевалась психологически от этого всего, именно преступной, криминальной части этой истории. Поэтому я гораздо с большим пылом, что ли, эмоциональностью говорю о том, что вот Артема Дубынина, главного героя книги, того самого хорошего мента, который надел наручники на маньяка, вообще-то вынудили уволиться. И хороший мент больше не мент. И то, что он тоже сильно переживает. И вообще вся его карьера была связана с какими-то трудностями. И вот меня, во мне скорее отзывается и вызывает какие-то сильные эмоции и чувства. Вот это, вот эта несправедливость. А все, что, ну я считаю, наверное, то, что мозг наш не может в полной мере осознать и понять, как человек может убивать на протяжении долгих лет такое количество женщин, ну это невозможно понять. И видимо мозг как-то и вот замораживает эту историю для себя. Поэтому, конечно, есть жизнь после интервью с маньяком. Вот, можно сказать, что какая замечательная жизнь все-то скажет. Он книгу написал. Вот как в Америке, кто-то там прошел мимо и написал книгу мимо Мэнсона. А я взяла интервью, ну в каком-то смысле, наверное, после интервью с маньяком этим, с Попковым, я впервые с помощью, кстати, моей знакомой задумалась о том, что вообще-то это, возможно, это какая-то моя история, ну моя история, о которой я могу, ну вот, например, написать книгу. Чем планируешь заниматься дальше? Ты больше не работаешь в «Медузе». Чем занимаешься сейчас и чем будешь заниматься дальше? Да, сейчас я снимаю фильмы, выпуски, можно по-разному называть для канала «Редакция» Алексея Пивоварова. Он предложил мне присоединиться к их команде. И несмотря на то, что первый фильм опять меня вернул немножко в прошлое, да, он был посвящен ангарскому маньяку. Вот, второй фильм уже совсем не посвящен ангарскому маньяку, это фильм про театр, маленький театр в маленьком поселке Мотыгино в Красноярском крае. Вот, мне вообще нравится рассказывать истории интересные, и я хочу продолжать это делать. Как это будет, в каком формате это будет происходить, ну, мне не то, что не важно. Сейчас популярная медиа, популярная форма доставки информации, это некое видео на Ютубе, мне интересно себя в этом попробовать, и интересно поработать в этом формате, конечно же. Вот, поэтому я пробую так. Мне приходит какое-то количество предложений, довольно часто делать что-то связанное с маньяками, и вокруг маньячной темы. Уже другими, да, уже не ангарские, конечно, тут уже выжженная земля осталась после всего, что вышло в этом году, в том числе с моей подачи. Я как будто бы какой-то специалист по маньякам, я к этому отношусь нормально, да, то есть мне смешно, мне приятно в каком-то смысле говорить, что я хочу свою карьеру строить только на этом, ну, в смысле не то, что там карьеру, ну, вот только этому посвящать все свои работы, конечно же, нет. Мне правда интересно очень много разных других тем, в том числе театры в маленьких городах. Вот, и скажу быстренько, что мне даже уже предложили в издательстве писать новую книгу, и у меня есть уже идея, но я говорить не буду, но она вообще не про криминалы и не про маньяков. Мне кажется, я догадываюсь, про что она. Саш, я тебе желаю много крутых историй, я тебе желаю классной команды для того, чтобы эти истории рассказывать, потому что в медиа один в поле не воин, вот, я тебе желаю много классных людей рядом, которые тебя будут поддерживать, но, конечно же, в 2020 году нельзя, они пришли в здоровье. Саша, спасибо тебе за это интервью. Спасибо огромное, было классно. Так получилось, что в одно время с тем, когда я читала «Безледное место», я посмотрела новый сериал «Расследование» от сценариста, Женя, какая-то прекрасная, от сценариста «Охотников за разум». Это такой скандинавский сериал на реальных событиях, 2017 год, убийство журналистки датской Ким Валь. А датской или шведской? Сейчас же вот… Ну, просто журналистки. Ну, шведской, конечно. Господи, давай. Какая я тупочка, какая я тупочка. Я даже не могу запомнить фамилию режиссера. Я даже не могу на минуту запомнить фамилию режиссера. Я себя прекрасно понимаю, у меня такое очень регулярно случается. Памечка к золотой рыбке, блин. Давай еще раз. Прости. Ничего.